Глава региона Юрий Бездудный провел первое в этом году большое оперативное совещание. На нем подвели итоги работы медиков, спасателей, дорожных и коммунальных служб. В ходе планерки отчитались профильные заместители и руководители ведомств. Далее все подробности. Новый 2022 год в Ненецком округе начался с метели. И за первые три дня января только в Нарьинмаре выпала почти полумесячная норма осадков. Так, с проблемами столкнулись и жители поселка Красное, которые 1 и 2 января не смогли выбраться в окружную столицу. На помощь даже пришлось отправлять спасателей. В Нарьинмаре коммунальщики и дорожники работали в три смены. Транспортные артерии удалось привести в порядок. А вот с дворами и тротуарами дела обстояли не так радужно. Невозможно было пройти через мост по пешеходной дорожке. Дорога была почищенная, но пешеходные, справа и слева, на мосту, они не были почищены. Сам проходил там, ну а как пройти мамочки с коляской? Поэтому я обращаю внимание ваше, департамента и подрядчика, чистить нужно не только дороги. По дорогам ездят автомобилисты, а люди ходят по пешеходным, по тротуарам, по пешеходным дорожкам. Поэтому прочищать нужно все, и это нужно контролировать. Но у нас есть мамочки с колясками. То есть, Олег Ануфрич, обращаю тоже внимание чистого города. Хорошо, что все дороги убраны. Это видно, что дороги убраны, транспорт движется, общественный транспорт ходит. Но нам очень важно, чтобы люди, выходя из подъезда, тоже не попадали в снежные эти заносы. Чтобы они могли совершенно спокойно выйти, сесть в машину или отвезти ребенка в сад, в школу. Обращаю внимание, содержание дворов и тротуаров, чтобы люди могли нормально ходить по городу. Об инцидентах на объектах ЖКХ в селах в новогодние праздники доложила глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова. Всего их на селе было зарегистрировано 10 единиц. Шесть из них по электроснабжению. Срок устранения занял от минуты до часа. Кроме того, зафиксировали четыре инцидента по теплоснабжению. Один в Каратайке и три в поселке Амдрама. Ситуацию удалось стабилизировать. Хотел бы отметить, что совершенно правильное было решение оставить там специалиста на дежурство на все эти праздничные дни. Потому что, конечно, до Амдрама не налетаешься на вертолете по каждому инциденту. А здесь был человек, который мог заниматься устранением этих инцидентов непосредственно на месте. И это очень важно. И люди, надо полагать, тоже это чувствовали, что есть специалист эксплуатирующей организации, которые находятся непосредственно у них. Не где-то там за три часа лету, а непосредственно там на месте. Поэтому решение было абсолютно правильное. На будущее предлагаю ровно так же делать, держать там человека, да, пусть там на дежурстве, менять его, но так, чтобы он там находился в такие вот праздничные выходные дни, для того, чтобы оперативно устранять инциденты. Также в ходе совещания шла речь о проведении капитального ремонта школ, работе образовательных учреждений после каникул и проведении в Ненецком округе мероприятий Года культурного наследия. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей.